Девушки отдыхают Можете взять текст, да, посмотреть. Удивительно светлые письма. Такие они какие-то очень простым языком написаны, очень понятно. А у него очень структурировано, что ли, много призывов в письмах, как стенограммы. Дорогой мой Яков, у нас все хорошо. Детки наши здоровы, мама твоя тоже. Да и я стараюсь, как могу держаться. Почти все мужчины на фронте, остался только деда Коля. Говорит, что живет в женском царстве, что ему нравится. А по глазам видно, что не может себе простить, что на фронт не взяли. Да и как возьмешь ты его без руки? Наденька не понимает пока, что такое война. Все спрашивает, когда папа вернется. А Коля все понимает. Сделает из палки себе рогатину и говорит, что пойдет Фрицев бить. Глаз да глаз за ним. Пиши мне, мой хороший. Обнимаю и благословляю тебя сердечно. Твоя Наташа. Яков и Наталья, оба жители Ивановской области, жили в деревне Шуринцево. Вели собственное хозяйство. После прихода советской власти были раскулачены и работали в совхозе. Растая крестьянская семья. Именно так. Он ушел на фронт, когда ему было 40 лет. А дети при этом маленькие? Ну, так уж случилось, что они долго жили без детей. Но перед самой войной им посчастливилось стать родителями. Здравствуйте, дорогие мои матушка, Наташа, Коля и Надюшка. Спешу вместе с вами разделить мою радость. Вы, наверное, слышали по радио о героических делах бойцов, командиров и в целом за мою часть. То доверие, которое оказано мне, защита нашей родной земли, оно оправдывается. Ты, Наташенька, себе представить не можешь, какие тут у нас хорошие бойцы. Это патриоты, в сердца которых одно – беспощадно уничтожать фашистских гадов. Прошу и вас, дорогие мои, по фронтовому закончить все сельскохозяйственные работы. Раньше установленного срока выполнить свои обязательства перед страной. Пусть еще больше крепнет боевое единство фронта и тыла – это основа нашей победы над врагом. Сердечно вас обнимаю, мои хорошие. Кланяйтесь от меня, матушки, и не ссорьтесь. Ваш Яков. Речь как на собрании. Да. Такие разные письма. У нее такие житейские, у него более, не знаю, более какие-то политически выдержанные. Ощущение, что они подвергались цензуре, или, я не знаю, за ним кто-то наблюдал, пока он писал. Но он все время пишет о матери. Это видно, что он ее очень ценит и любит. Но между матерью и Натальей был очень глубокий конфликт. Все из-за того, что Наталья была очень религиозной женщиной. У Якова и Натальи очень долго не получалось завести детей. Но когда родился Коля, она говорила, что намолила ребенка. Свою веру она, конечно же, скрывала от других. Мать Якова праздновала об этом, что впоследствии стало причиной их постоянных конфликтов. Яков занимал нейтралитет. Дорогой мой Яков, матушка твоя здоровая, детки наши тоже. Сегодня большой в праздник, и впервые матушка присоединилась к нам, что стало для меня большой неожиданностью и радостью. Ты знаешь, что характер твоей мамы и мой не сходится, но теперь, когда нас объединила общая беда, мы стали находить общий язык. Заготовка урожая идет по плану, будто кто-то помогает нам, и не видеть этого уже невозможно. Детки наши здоровые и сыты, не нарадуюсь на них. Ждем тебя с победой и верим, что теперь заживем совсем по-другому. Обнимаю тебя, твоя Наташа. Дорогие мои, матушка Наташа, Коля и Наденька. Сегодня получил от вас письмо. Вы просите рассказать, где и как меня ранило. Ранение пустяшное, ничего серьезного. Кратко скажу так. Невзначай, с первого фланга во время наступления был обстрелян из автомата. Плач-накидка была прострелена в нескольких местах. Разобравшись с произошедшим, я понял, что фрицевская пуля попала по моему автомату, который я нес в правой руке, а металлический осколок от автомата или от пули попал мне в колено. После ранения я шел и не обращал внимания, а потом почувствовал сырость. Кровь. Потом ординарец перевязал мне ногу. Нога меня не беспокоит. Так что можете не волноваться. Буду бить фрицев дальше. Крепко обнимаю вас, мои хорошие. А матушке направляю мой поклон. Пишет про праздник. Да, празднуется покров Пресвятой Богородицы. Обычно в середине октября. Да, и видишь, мать не отмечала, даже несмотря на ее такие коммунистические взгляды. Абсолютно верно. Говорят, что вера у наших людей во время войны была. Да, и не только за родину воевали, но и за Бога. Дорогой мой Яков, у нас все хорошо. Детки наши здоровы. Прошу прощения, что не писала тебе несколько дней. И захлопоталась. Погоды стоят у нас очень холодные. Дом приходится протапливать сильнее, чем обычно. А совхоз забрал дрова для хозяйственных нужд. Так что надо было наколоть новых. В общем, кручусь, да, не поспеваю. Но ты не волнуйся за нас, потому что мы справимся. Главное, чтобы ты был здоровым и сильным. И бил фрицев, что так вероломно напали на нашу землю. Мы все ждем тебя дома. Важно, чтобы ты знал. Ты борешься за родной дом, где все тебя ждут. Обнимаю тебя, Яков. И матушка присоединяется к моим объятиям. Какое-то очень скорбное письмо. И какое-то путанное, в отличие от предыдущих. Нет? Дело в том, что мама Якова умерла в ноябре 41-го года. Она, видимо, подхватила воспаление легких. Сейчас сложно сказать. Врачи к ней в деревню тогда не доехали. И так Наташа с детьми осталась совсем одна. Но перед смертью они с Наташей помирились. И более того, мама стала снова религиозной. И молилась в основном за Якова, а не за себя. Но, к сожалению, Наташа осталась одна с двумя детьми. А Якова Наташа так ничего и не сказала? Ну, а как ты об этом скажешь? Зад, ты бы смог слова подобрать? Здравствуйте, дорогие мои матушка, Наташа, Коля, Надюшка. Все жду и жду нашего освобождения от этого проклятого фашистского ига. Погода стоит переменная. Идет часто дождь со снегом. Колено мое почти зажило, но ноет. Видимо, по большей степени на погоду. Матушке передайте, что видел ее во сне. Задремался чуть-чуть в окопе, и тут вижу, как она подходит и... И по голове меня гладит. Я аж проснулся. Так что кланяйтесь от меня, матушке. Хранит меня она от вражеских пуль. Я знаю, Наташа, что тебе сейчас трудно. Но знай и ты, что мы будем бить фрицев ради нашей Родины до последней капли крови, потому что мы не можем допустить, чтобы нашу землю топтал враг. Ради тебя. Ради Коли и Нади. Ради моей матушки. Ради каждого человека на нашей земле мы стоим и насмерть и будем стоять, покуда сил наших хватит. Форма номер 4. Извещение о смерти военнослужащих. Яков Васильевич Балакирев, уроженец Ивановской области, погиб в бою за социалистическую Родину. Верные военные присяги, проявив героизм и мужество. Он похоронен в братской могиле в Смоленской области, командир пехотной роты ГУРС. Погиб. Яков погиб 23 февраля 42 года, защищая деревню Беляева Велишского района Смоленской области. Наталья после смерти мужа всю жизнь носила трауры и так и не вышла замуж, потому что считала, что перед Богом может быть только один муж. Получается, она пронесла верность и любовь к Якову через всю свою жизнь. И у нас здесь в студии их праправнучка Екатерина. Свою прапрабабушку я, к сожалению, не застала. Но у нас в семье ходят легенды, что дети ей были даны Богом. Когда они выросли, они уехали в город, получили образование, у них родились дети и внуки. Я думаю, что все мы здесь живы благодаря тому, что она молилась. А иконы, которые она прятала от Советского Союза, у нас хранятся дома, как реликвия. Иногда о самом сокровенном не скажешь и не напишешь в письмах. Наталья не могла даже о Боге свободно говорить и не сказала мужу о смерти его матери. Поэтому мама для Якова осталась жива. Так же, как и Яков будет жить в памяти своих потомков. Письма войны не всегда были правдивы. Люди, разделенные километрами в выжженной горем земли, просто берегли друг друга. Потому что иногда правда была настолько горькой, что ее было просто невозможно сказать. Но люди чувствовали друг друга, умели читать между строк и проносили свою любовь через любые испытания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова